Трасса Айни-Пинджикент Условия очень сложные. Она была узкая и постоянно появлялись новые ямы. Машину часто приходилось ремонтировать в зимнее время, ее часто перекрывали. Ездить было реально сложно. Теперь все по-другому, уверяют специалисты. Дорогу полностью реконструировали. Сегодня, чтобы проехать эти 112 километров, требуется гораздо меньше времени, чем когда-либо. Эта дорога является частью Великого Шелкового пути. В то время от Айни до Пинджикента добирались за несколько дней, во времена Союза, за 4 часа. Сегодня, после реконструкции, это расстояние можно преодолеть всего лишь за час. Насколько трасса обновлена, глава государства проверяет лично. Проезжают не просто пару километров, а все расстояние целиком. Государственная целевая программа создаст реальные предпосылки для повышения уровня благосостояния населения в стране за счет создания дополнительных рабочих мест при строительстве и ремонте дорог, создания дополнительной инфраструктуры транспортного комплекса и увеличения транзитного потенциала страны. На реконструкцию дороги было выделено более 115 миллионов долларов. Завершив воежж по горной дороге, Мамали Рахмун подводит итоги. Автомобильный путь сегодня отвечает всем международным стандартам. Но есть еще и шероховатости, которые, впрочем, китайские партнеры обещают исправить в течение года. Зарина Абдуназарова, Байдалу Гаибов, МИР24. При реконструкции дороги было построено или отремонтировано более 30 мостов, еще 500 планируют возвести в ближайшие 10 лет.